Генеральный партнёр программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнёр программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Вы смотрите «Новости Анапы. Регион» в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. Итак, коротко о главном. Проезд разрешён. В хуторе Тарусин власти приступили к ремонту дорог. Социальная ответственность бизнеса. Анапские предприниматели включились в работу по благоустройству города. Секрет вкусного хлеба. Мастер-класс по выпечке сегодня дали в трапезные храма Серафима Саровского. Службы города-курорта приняли участие в заседании Краевой антитеррористической комиссии, которую в режиме видеоконференции провёл губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Совещание начали с минуты молчания в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге. Усиление мер безопасности – одна из первоочередных задач, которую поставил перед коллегами глава края. Необходимо ещё жёстче контролировать крупные объекты транспортной инфраструктуры, погрузку и перевозку багажа, провести тренировки с водителями общественного транспорта, рассказать жителям об алгоритме действий при возможном возникновении чрезвычайных ситуаций. Но главное, подчеркнул губернатор, всем миром необходимо встать на защиту себя и близких. Особую роль в помощи силовым структурам Вениамин Кондратьев отвёл к казачеству общественникам. От них ждут как патрулирование вместе с сотрудниками полиции, так и информации о сомнительных соседях, незаконных мигрантах, проживающих в садоводческих товариществах, гаражных кооперативах, на стройках. Кубани ожидает масса праздников в апреле и мае, как светских, так и религиозных. Задача ответственных структур – обеспечить максимальный порядок, провести рейды по местам возможного проживания незаконных мигрантов и в случае обнаружения организовать их немедленное выдворение. Все вместе жители Кубани должны поставить прочный заслон любой угрозе. Уважаемые жители и гости Анапы, проявляйте бдительность, незамедлительно сообщайте о подозрительных лицах и бесхозных обнаруженных предметах по телефону 02-468-82-528-59 и 051. И к другим темам. В Анапе юнормейцы будут не только участвовать в работе поста номер один и других мероприятиях, но и в городской жизни, помогать ветеранам и пожилым людям. Об этом рассказали в Центре патриотического воспитания молодежи «Ратмир». Его работу отметили на краевом уровне. Руководителю Центра «Ратмир» Максиму Пронину вручили грамоту губернатора за первое место по итогам ежегодного конкурса на лучшую подготовку граждан к службе в вооруженных силах и организации призыва. В этом году юнормейцы, помимо начальной военной подготовки, будут заниматься уборкой, в том числе возле монументов. Традиционная акция «Десант славы» будет проходить в расширенном формате. Кроме того, один из обучающих форумов будет посвящен патриотической теме. В нем может принять участие любой желающий со своим проектом, а эксперты подскажут, как его можно реализовать. Как пояснил Максим Пронин, сегодня стоит задача не просто увлечь молодежь идеями, но и сделать так, чтобы каждый сам стал их распространителем. Физики назвали бы это цепной реакцией. Когда мы проводим военно-спортивный слет «Дозор», и на нем принимает большое количество участников, это мероприятие, которое длится целую неделю, это лагерь. Там проводятся различные военно-спортивные дисциплины, различные мастер-классы по военно-спортивной и военно-патриотической направленности. И даже если 10% молодежи тех участников, которые будут заинтересоваться и воспримут те цели и задачи, это уже большая работа. А эти 10% потом разойдутся в свои села и заинтересует тоже молодежь, эта молодежь потом придет к нам, мы сможем больше вовлечь эту молодежь в знание своей истории, заниматься спортом, заниматься военно-прикладной медициной, хорошо учиться, хорошо относиться к ветеранам. И это все в комплексе дает такого хорошего человека, можно так сказать правильно, патриота, который действительно будет защищать и понимать, что он защищает нашу Родину. Тротуарная дорожка – это то небольшое обязательство, которое взяли на себя предприниматели торговых предприятий на Анапском шоссе. Три предпринимателя, создателя торгового дома «Пирамида» сдержали слово данное городу, дорожки благоустроили в срок и сделали работу качественно. Можно много говорить о любви к Анапе, а можно просто делать свое дело хорошо и успехом поделиться с городом. Глава курорта встретил полное понимание предпринимателей с Анапского шоссе. Да, дорожки пешеходные устарели, и пора было их поправить. Бизнесмены и сами это понимали. На замечания Сергея Сергеева ответили обещанием «Все к началу весны благоустроить» и слово свое сдержали. «Хотелось, конечно, чтобы каждый предприниматель так же понимал, чтобы это все было на совести каждого. Ну, благоустройство города – это наше лицо. Приятно, когда после проделания на работе, ты это все видишь, когда это все твоими руками сделано. И немножко на душе приятнее становится». Много лет назад три предпринимателя Верхотуров, Панченко и Потылицын начали общее дело. В нем они преуспели не только потому, что много и усердно работали. Они известны в городе своим уважительным отношением к делу и людям, его создающим. А еще ребята искренне любят свой город и готовы быть примером в том, чтобы создавать его новый современный облик. Давняя проблема хутора Тарусин – подъезда к населенному пункту. В скором времени она будет решена. Местная администрация предоставляет щебень, который пойдет на восстановление, в том числе внутри поселковых улиц. Сейчас работы уже начались. Подробности в нашем материале. Это один из въездов в населенный пункт. Вот так максимально осторожно жители Тарусина выезжают из своего хутора на федеральную трассу. В противном случае можно стать частым гостем на СТО. И это в сухую погоду. В дождь здесь и вовсе не выбраться. А это второй въезд. Здесь сельская администрация уже начала ремонт, а точнее практически строительство новой дороги. Почти тысяча тонн щебня ушло на восстановление улицы Атаманская. Теперь этим пока единственным въездом пользуется весь хутор. На очереди другие улицы. В ближайшее время начнется отсыпка речной. Сейчас как бы власть повернулась к нам, помогает. Гридер нам помогает выделить. Начали гридировать. Осталась обсыпка. Теперь будем обсыпать, уплотнять щебень. Щебень выделили бесплатно как бы Сабинского металлургического завода. А работы действительно немало. В дождь практически все улицы Тарусина становятся непреодолимым препятствием, который штурмуют школьники, идя в школу, расположенную в рассвете. Где-то жители решают дорожный вопрос сами, привозят строительный мусор и засыпают им проблемные участки. Представители ТОСов еженедельно встречаются с властью, обсуждают пути решения проблем. С начала года по сегодняшний день, наверное, уже около двух тысяч тонн мы уже отсыпали. И в сотых товариществах дачных, и по благоустройству улиц, и по благоустройству хуторов. То есть органы ТОС привлекают сами, без нашего участия, коммерцию, предпринимателей. И потом организовывают на месте планировку этого щебня. Мы помогаем с техникой иногда. Иногда они сами ее заказывают по возможности. У кого-то своя техника есть. Вот так или иначе благоустройство идет. Сейчас местные жители готовятся к Всекубанскому субботнику, который состоится 8 апреля. В планах селян привести в порядок парк 70-летия Победы. Будут посажены новые деревья и наведен порядок на территории. Руководитель предприятия «Чистая Анапа» Наталья Золотаренко каждый год встречает свой день рождения на рабочем месте. И это нисколько не огорчает именинницу. Ее работа, заботиться о родном городе, давно стала образом жизни. Тем более, что сейчас у Анапы ответственный момент – подготовка к курортному сезону. Рабочий день Натальи Золотаренко начинается часов в 7. Это в лучшем случае. Бывает, что и раньше. Кабинет – это машина и улица. Есть чисто символический уголок с компьютером, чтобы отправлять документы. Обход дворников. Нужно посмотреть, как у кого дела. По-разному бывает. Все люди разные. Ко всем разный подход нужен. Кому-то по-доброму. Кому-то и бывает, что крепкое словцо приходится применять. Но в основном, да, я считаю, что можно все по-человечески решить с людьми. Объяснить, донести до них. Благодаря каждодневному труду, в том числе и Валентины Воскобойниковой, в Анапе чисто. Сегодня нужно подобрать мелкий мусор. Можно сказать, навести лоск. С Натальей Золотаренко она работает почти 17 лет. Справедливый. Неудобно ей. Плохо работать с ней неудобно. Ну, обижать вроде как-то человека. С большой вероятностью день рождения начнется так же, как и всегда. Если не будет сюрпризов, не придется вставать вообще засветло. Так часто бывает, например, зимой, когда выпадает много снега. Работы много при любой погоде. Просто она разная. По словам Натальи, в профессии она оказалась случайно. Закончила торговый техникум и пока подрастал сын, устроилась поработать временно. Но потом, как говорит сама, втянулась. Я люблю свой город, люблю свою работу. Я уже не представляю себя в какой-то другой абсолютно профессии. Даже в выходные дни не могу сидеть дома. Мама ругается на меня постоянно, посиди, отдохни. Нет. Ну, все равно выезжаю, смотрю. Переживаю за людей своих, переживаю. Знаю, что они меня ждут, что я должна проехать со всеми, поздороваться. Сегодня сотрудники компании приехали, чтобы помочь жителям одного из домов в третьем микрорайоне. Они привели в порядок зеленую зону напротив их дома. Тут были настоящие джунгли. Часть веток и мусора уже вывезли. Осталось еще явно не на один рейс. Глава города поставил задачу бороться с несанкционированными свалками. Задача номер один на ближайшие недели – помыть плитку к майским праздникам. А фактически к началу нового летнего сезона. Анапа входит в топ-10 городов, популярных для отдыха с детьми на майские праздники. Сервис поиска отелей «Румгуру» вывел самые популярные туристические направления для путешествий на этот период. Рейтинг составлен по данным бронирования отелей и апартаментов для проживания с детьми с 29 апреля по 10 мая текущего года. По данным турагентств, число путешествий по России выросло на 10% по сравнению с прошлым годом. Кроме Анапы, в первую десятку по популярности отдыха с детьми в дни майских праздников также входят Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Вологда, Кострома, Екатеринбург и Великий Новгород. На нашем курорте бронируют проживание с детьми на майские в среднем на 5 ночей и потратят 3 тысячи рублей в сутки. В Москве 3,5 ночи за 3,5 тысячи рублей в сутки. В Петербурге 4,5 ночи. В сутки потратят в среднем 3 300 рублей. Анапские студентки узнали секрет настоящего хлеба. В трапезной храма Серафима Саровского для них организовали мастер-класс. Девушкам рассказали, почему к тесту нельзя подходить с плохим настроением, а также на примере показали, что постный не значит невкусный. Таких вот жаворонков выпекают в приходе преподобного Серафима Саровского. К 22 марта, дню 40 севастийских мучеников и на Благовещение, которые православные верующие отмечают 7 апреля. В трапезной студентке, будущие педагоги, дизайнеры. Отец Александр, настоятель храма преподобного Серафима Саровского, отметил, что даже сегодня уметь печь хлеб для девушки очень важно. Тесто, оно живое. Если мы будем к тесту относиться как к живому организму, вкладывать свою душу и свое отношение доброе, как к нечто живому, то тогда получится и они подрумяются, и поднимутся, и будут очень вкусные, даже полезные для организма. Елена Рожновская печет хлеб в приходе уже около 10 лет. Говорит, что к тесту нужно приходить с хорошим настроением, а если с кем поругался, то обязательно помириться. Дрожжи живые, которые продаются в брикетах, их специально заказывают в Краснодаре. Тесто без яиц, молока или масла. Великий пост на дворе. Для вкуса – сахар. Его замешивают в воду с дрожжами, затем часть муки, только потом соль, потому что дрожжи ее не любят. А потом снова мука, растительное масло, если позволяет календарь. Замешивать сразу, без опары, дать отлежаться минут 40, потом повторить еще на раз. Нянчимся, как с ребенком. У нас, когда новые люди приходят на стажировку, всегда объясняем, что вот как с младенчиком. Аккуратно, не стуча, не гремя, не кидая об стол, не хлопая дверьми, не устраивая сквозняков. Это очень важно. Тесто к приходу гостей было уже готово. Фигурки формируют с помощью строительных шпателей. Пекари говорят, что они гораздо лучше, чем специальные кулинарные. Алена из Якутска. Фанапа приехала год назад учиться на педагога начальных классов в филиале Московского педагогического государственного университета. Я очень люблю печь пироги различные. Я умею все это делать. Я люблю печь печенье, торты. Я не знала, как можно делать тесто без яиц. Как-то я не знала. Я тут и знала. Готовым жаворонкам нужно дать постоять около получаса, затем можно ставить их в печь. Пекари говорят, что результаты всегда ожидают с нетерпением. В этот раз все получилось безупречно. Жаворонки разлетятся по городу и сельским населенным пунктам, а в самом Благовещении православные верующие, как и полагается по традиции, выпустят живых птиц. Для тех, кто хочет открыть или расширить свой бизнес, начал работу портал «Бизнес-навигатор». Это бесплатный интернет-ресурс, как для представителей малого и среднего предпринимательства, так и для физических лиц. «Бизнес-навигатор» поможет составить примерный бизнес-план, рассчитать спрос на товары и услуги выбранного бизнеса и подскажет, сколько вокруг конкурентов. Пользователям портала доступна информация о государственной и частной недвижимости, предлагаемой в аренду или на продажу. Также здесь представлена информация о ближайших к локации бизнеса банках и их программах поддержки субъектов МСП. «Бизнес-навигатор» малого и среднего предпринимательства содержит полную информацию о федеральных и региональных программах государственной и муниципальной поддержке предпринимательства. Серебро Европы у анапчанина Олега Чена. Наш земляк получил его на одном из знаковых событий в мире спорта – чемпионате Европы по тяжелой атлетике, на котором ежегодно собираются лучшие спортсмены Европы и всего мира. В нынешнем году чемпионат проходит с 1 по 8 апреля в городе Сплит в Хорватии. 4 апреля анапчанин-тяжелоатлет Олег Чен завоевал серебряную медаль в весовой категории до 69 килограммов. Он набрал в сумме рывка и толчка 319 килограммов. Золото взял француз Бернарден Матам. С результатом 320 килограммов бронзовым призером стал немец Роберт Яхим, поднявший в сумме 317 килограммов. Олег стал лучшим в рывке, сорвав с пола штангу весом 150 килограммов. Его соперники Матам и Яхим отстали от Олега на 10,9 килограммов соответственно. Поздравляем Олега с очередным спортивным достижением и желаем дальнейших побед. И в завершении выпуск информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Наш праздничный партнер «Анапский хлебокомбинат» предлагает вкуснейшую выпечку на каждый день и куличи к православной Пасхе. Представляем вам еще одного партнера программы новости. Медицинский центр «Анапа-Океан» – это качественная комплексная медицинская помощь, начиная от первичной консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Самые вкусные и свежие для самого светлого праздника в году. Пасхальные куличи и кондитерские изделия от Анапского хлебокомбината станут украшением вашего стола. Неизменное качество и неповторимый традиционный вкус для вас и ваших близких. Анапский хлебокомбинат – настоящий вкус праздника. Программа «Детокс-очищение организма». Прием врачей-эндокринолога и терапевта-кардиолога. УЗИ печени. Электрокардиограмма. Внутривенное детокс-очищение. Нейрофизиологическое обследование. Рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Всего за 3049 рублей. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова